Кем бы не был человек, во что бы не верил, его жизненный путь начинается с семьи. В семье мы учимся любить, заботиться, уважать интересы друг друга, ценить добро. В кругу самых близких людей формируется характер человека и его судьба. И если в семью приходит беда, то страдают все – родители, дети, бабушки и дедушки. Ко мне сегодня обратился за помощью ученый-кандидат физико-математических наук, в настоящий момент руководитель проекта «Всколково» Алексей Владимирович. Скажите, пожалуйста, что у вас произошло? Добрый день, уважаемые зрители. Мне бы хотелось поведать историю свою, в частности о том, как живут потомки одного из сооснователей Международного общества «Сознание Кришны» в России – Критского Владимира Георгиевича, который имеет духовное имя Вишмавитра. Ну, позвольте мне называть его хором. Светскими нам не так удобно будет. Наша дочь вышла замуж за сына Владимира Георгиевича и в настоящий момент родилась внучка. Значит, наша дочь художница. Она имеет среднее художественное образование, высшее университетское образование. И вот однажды, еще когда она училась в школе, каким-то образом кто-то ей дал диск с записью лекции Тарсунова. Она принесла его домой, послушала, поделилась со мною этим диском. Я тоже послушал. И мое мнение было, что это некий вздор. Почему? Ну, в частности, например, там утверждалось, что в этой лекции солнце встает каждый день в 6 утра. Ну, может быть, в Индии оно встает в 6 утра? И это я проверю. Индия, она находится примерно в 20, скажем, градусах северной широты. И там солнце не встает в 6 утра. Соответственно, я сказал это дочери, что таковое учение может быть, но оно, видимо, ложно. Тем не менее, дочь стала вставать в 6 утра. Я еще это запомнил, потому что она стала меня будить. Было не очень комфортно. Я думал, что ей надо в ванну. Но, тем не менее, она потом не спала. И это, видимо, потом мне пришло в голову, что повлияла лекция Тарсунова. Потом появились благовония. Мы жили в маленькой квартирке. В принципе, там эти благовония, в общем-то, мешали, скажем так, комфортной жизни. И вызывали некие нарекания. Потом появился на стене портрет некого уже достаточно пожилого индуса. Это основатель Ачарии Международного общества, Сознание Кришны, Бхактинданта, Свами Пракхупана. Ну, вот это выяснить не удалось у дочери. Потому что, когда я задал вопрос, а кто это, чтобы она объяснила хотя бы, дочь, застеснялась. Ну, я говорю, тогда, если не можешь объяснить, кто это, давай-ка ты ее сними со стены и больше не вешай. Потому что, ну, если непонятно, что висит на стене, ну, зачем это? Вот. И да, это потом этот портрет в мусоропроводах был выброшен. Вами? Ну, как мною. Там я попросил дочу выбросить. Ну, мы сходили, выбросили. То есть и дочка, и вы? Да. То есть она послушала вас как отца на тот момент, когда она была только начинающей? То есть, я, как понимаю, она уважала ваше мнение. То есть вы, она не объяснила, вы как бы логически, как ученый, пытались какие-то факты выяснить, их не оказалось, и вы решили отца от вас избавиться. Да, она не смогла объяснить ей. А у меня были аргументы, если это нечто, что необъяснимо, так зачем же ему местности нет. Вот. Да. Выбросили ему сроку. Потом, ну, случилось такое случай, что у нее принц и парень. Потом она ушла к подруге жить. Сколько ей лет было? Немного более 20, я нескольку понимаю. Потом она жила у подруги какое-то время. Ну, это, видимо, мы с супругой посчитали, что это с парнем связано. Потом вернулась домой и заявила, что хочет выйти замуж. Этот парень оказался сыном вишвамитры. Ну, это да, это потом выяснилось. Значит, я попросил Ира, ну, надо доучиться вообще-то. Вот. Она согласилась и с этим. Но, тем не менее, познакомила нас с семьей, значит, ее парня. И семья оказалась... Значит, мы встретились с семьей, я помню, мы пошли в театр, и смотрели какой-то спектакль камерный. Там был Георгий Владимирович, потом его Оля, это ее духовное имя Ананда Чанмая. И Георгий, это ее парень, и его духовное имя Гаура. Вот. Потом мы общались, пообщались. Ну, в принципе, мне Георгий... Владимир Георгиевич показался таким семейным, достаточно нормальным человеком. Вишвамитры. Да, да. Оля тоже, вот, его супруга, значит, оказалась достаточно положительной такой женщиной. Ну, Владимир Георгиевич рассказывал Георгию, что он учится, вот сейчас доучивается в гуманитарном университете. В общем-то, в принципе, ничего такого странного, если бы только Владимир Георгиевич не рассказывал мне некие индуистские принципы, что-то такое. Но я в этом тогда не разбирался, а так как он бывший выпускник физфака, он был в Ташкаке, то счел это неким таким культурно-образовательным беседой, поддержал ее на куну. Вот, потом, значит, дочь доучилась. И, естественно, значит, да, она закончила сказанную диплом университета, ну, бакалавра. Я хотел, чтобы она и магистратуру закончила, но нет, говорит, она, я бы, я хочу замуж. А можно один вопрос? Вишвамитра тоже ведь закончил институт, правильно? Он закончил Московский государственный университет физических факультетов. Тоже физический? Да, тоже какие. Ну, к этому времени Владимир Георгиевич уже умер. Умер он от онкологии. И когда вот Георгий, вот этот парень, значит, будущий зять, он даже обратился к жене, к моей, значит, за помощью, значит, обратился, значит, в институт имени Герцена. Но там уже было поздно, к сожалению, он... То есть они, когда заболели, не лечились? Ну, Владимир Георгиевич лечился так. А только в конце, когда уже, да? Когда началась болезнь, он лечился какими-то народными средствами, в общем. Аюрведическими травами. Что-то, да, такого. Когда обратился к врачам, конечно, было поздно обращаться. Кстати, я думаю, у него и проблемы были с желудком именно потому, что он же ведь, когда сидел в тюрьме за сознание Кришны, он питался одуванчиками, понимаете? Его даже прозвище было тогда в тюрьме одуванчик. И когда он вышел, я помню такой интересный случай, он мне рассказывал, Ваня Плея, вот эти цветы, которые стоят на алтаре, их нельзя выбрасывать. Я говорю, ну, правильно, надо под дерево кровать. Он говорит, нет, я их засушиваю с хлебом, с тестом и, говорит, в духовку. И съедай. Я думаю, что цветы-то не все как бы можно есть. Я ему тогда сказала, что есть и ядовитые растения. Но раз это маха-просад, то есть вот такой фанатичный подход, значит, это надо съедать. Я думаю, вот этот рак желудка и плюс невроз вот этой постоянной жизни сказался на его желудке, понимаете? Вполне возможно. Ну, знаете, физики, они народ со странностями. Может быть, это какая-то не была странность такая. Но вполне возможно, если было неправильное питание, стрессы, да, оно могло вполне вызвать онкологию. Это уже доказано сейчас научно. Вот, и мы сыграли свадьбу. Свадьба была назначена вегетарианском ресторане. Надо сказать, что мы и с Георгием, и с дочерью посещали и вегетарианские рестораны, ДОТ, ну, когда встречались в промежутках. Ну, в общем-то, это не... То есть вы приняли вегетарианство, правильно? Ну, конечно, это какое-то необычное... Мне немножко было необычно, как бы... Но приняли, вы же дали согласие на свадьбу? Ну, оно же... Мы, точка зрения, съедобная пища вполне, она калорийная, вполне на... Может, и заменять, в общем-то, и животную пищу. Но, в таком случае, до меня не вызвали никаких увеканий. Да, в вегетарианском ресторане родственники приехали, значит, алкоголь не было, что я приветствую абсолютно. Не курил, славу. Были друзья, значит, молодоженов. Оля была, естественно. Мы сидели за этим столом, и, в общем-то, в принципе, все было нормально. Вот. И я еще тогда помню, что я вполне наелся этой едой, в общем-то, было все... Ну, вечером мне надо было уезжать, и уже я понял, что я есть не хочу. Вот. А потом дочь уехала жить в квартиру Георгию. До свадьбы? Нет, после свадьбы, значит. И вот она вернулась к однажды забрать вещи, и больше я ее не видел несколько лет. То есть она к нам не приезжала. Подождите, но это нормально. Дочь вышла замуж, и она уехала к мужу. Да, 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 значит... Ну, вот ее навещали. Нет, я в этой квартире потом уже был один. Значит, мы встречались в кафе. На нейтральной территории. С дочерью, да. Ну, дочь выглядели на нее очень хорошо. Мне казалось, что ей надо было бы все-таки доучиться. Вот. Вот. То есть, получается, она вышла замуж и не закончила институт? Нет, она получила бакалавра, но еще есть магистратура. Если бы она закончила магистратуру, то можно было бы устроиться очень... Выгодно. Ну, не то, что выгодно, но такие места, с моей точки зрения, например, была возможность устроиться в Пушкинский музей. Угу. Ну, без магистратуры, то она, конечно, верна. Нет. Вот то, что... Какое у нее образование, это быть художником. Это быть вот... Дмитрий Меслов, ну, такое, достаточно квалифицированное. И вы бы помогли ей устроиться? Да, безусловно. У меня была возможность. И вот... Она забеременела. Угу. Вот. И мы этому рады были, безусловно. Но там была тоже некая загвоздка. Значит, у них, конечно, там немножко денег не было. Молодые там все-таки, они там репетиторством занимались, взятием. И... Квартира облетшала была. И мы подумали, что супруга надо помочь сделать ремонт. И мы совместными усилиями, Георгия, Ваеволь, участвовали с супругой. И мы сделали ремонт. Там вообще сантехнику, коридоры, все это. Вот. И родилась дочь. Ой, внучка. Извините. Внучка Соня. У нас родилась. Значит, мы тоже, и Георгий, и Оля, и я, и супруга, значит, забрали их из роддома. Отвезли квартиру. Значит, Оля меня накормила, помню, вкуснейшим тортом. У Иры было, конечно, настроение не очень хорошее. Но мало ли там, роды все-таки там там были. И вот... После этого стали поступать тревожные смски. От дочери. От дочери, да. Начался конфликт, конфликт их начался. Как я понял, суть конфликта в том, что маленькая внучка мешает своим плачем спать с Олей. То есть, Оля. То есть, она до Чинмаи. Да, да. Потом, они, значит, были такие смски, что они с Олей и с зятем на нее оказывают некое моральное давление. Угу. Осталось физическое давление. В конце концов, пришла смска, что... То есть, получается, Гаура бил Ирину. Так это потом выяснилось. Пришла смска, что... Да, он ее избил. Заберите меня. Папа-мама. Врачий дом. Вот такая смска была. То есть, дочка попросилась сама. Да. Вы не вмешивались до этого. Ну, правда. Правда. Вот там был тот момент. Вот зять как-то говорил о том, что, может быть, Ира бы пожила Соне и вас, у родственников. Здесь не очень комфортно. И я как-то вот упустил этот момент, а надо было бы, вообще-то, говоря, ночью. Но... Всегда, значит, с задним умом все умные. В итоге, значит, мы забрали ее. Вот. Я не встретился с этим, с дядем. Мы с Гаура не говорили. Потом поговорил по телефону. Там что оказалось? Оказалось, что... Значит, в чем судьба конфликта? От мэрии Москвы были выплаты. Вот. И Георгий, оказывается, присвоил деньги, которые предназначались внучке. Да. А когда... Детский капитал. Дочь спросила, где деньги-то это самое. Ну, это мой отцовский капитал. Вот надо маме ехать в Индию, значит. Все, я маме отдаю. Угу. А то она тогда сказала, купи памперсы хотя бы. Ну, у меня, говорит, тысячи рублей. А, вот так. И вот, значит, ударил дверью там... То есть, из-за денег опять начались разборки? Ну, да. Она дал деньги маме, детские деньги, значит. А на памперсы денег нет. Я поняла. Это самое, ну, в конце концов, они могли бы к нам обратиться. Потому что я предлагал финансовую помощь тогда. Но вот взять отказался напрочь. Потому что вот всю беременность я заказывал... Точнее, дочь заказывала такая доставка еды. Дикатес коров. Вегетарианские такие заказы. А вы оплачивали? Я оплачивал, доставляет до двери. Они таким вразумели. Потом взять отказался напрочь. Все, мы этого здесь не будем. Но в то же время можно было бы помочь, честно говоря. Конечно. Потому что есть, нужны деньги. Но я предлагал это все. Зачем? Нет, вот нет. Вот так. Ну, в итоге, дальше выяснить хуже того. Значит, оказывается, конфликты были с Олей. И вообще, и с Георгием все это время, пока она не ужила. Он ей палец сломал. Боже. Это я потом узнал, значит. Он ей бил ее. Причем, в присутствии Оли. Оля стояла, говорит, не надо так сильно бить. Вот такие вещи. То есть, ей дочь сказала, что все, я с ним не буду и развожусь. Вот. Меня, конечно, интересовало, а что же... О чем был конфликт? Просто так же Гаура не будет бить Ирину? Значит, может какие-то были там выяснения отношений? Ну, это, скорее всего, это какая-то классическая, в общем-то, психологическая такая неурядица, потому что есть мама и сын, есть невестка, и, наверное, все-таки всегда этот конфликт будет, и он неизбежен. Угу. 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 Он, он просто неизбежен, потому что... Наверное, какие-то были интриги, Ирина реагировала, слово за слово, и, наверное, скорее всего, как я вижу по-своему, сын защищал мать, если что-то высказывалось, его жена Ирина, ну, может быть, недостойна в сторону матери. Я думаю, вот там, я как вижу, это было. Они не ужились там, безусловно. Не ужились, да. Вообще, они... Но бить все равно нельзя. Женщин вообще нельзя бить. Да, это не очень. Об этом можно поговорить, договориться, но руки распускать нельзя. Она в то время была беременная? Да. Вы забрали Ирину с ребенком к себе. Сколько она у вас прожила? Ну, так вообще два года ровно. То есть два года вы воспитывали свою внучку? Вообще-то да. И вот Ира очень плохо выпила. Она весила 45 килограмм. То есть, когда она вернулась из семьи Гауры, она весила 45 килограмм. Там, понимаете, вот когда мы привезли из роддома, там, когда торт ели, я смотрю, записочка висит на комоде. Надо меньше жрать. Угу. Вот как. И тогда уже я понял, что это не то там было. Как-то можно меньше жрать? В кавычках, мне кажется. То есть уже 45 килограмм. Она беременная, значит, это самое. Ну, это что такое. Значит, дядя не было в это время. Он физикой появлялся. А как часто он появлялся? Ну, может, раз в два месяца. Может, так. Дело в том, что там, я и рискала, что, значит, если там... Она все это рассказала. Я говорю, все, я не хочу с ним жить, разводиться, буду все начать. Ну, мы с женой договорили. Разводиться, думаю, ну, мало ли там, какие взаимоотношения. Все-таки семья – это важнее. Конечно. Вот. И... Но... Я, в общем-то, я помню, я поставил условие, что давайте так, значит, я не лезу в ваши отношения. Да. У вас... Мы надеемся, что у вас семья восстановится. Потом она исчез куда-то в месяц, по-моему, где-то, может, полгода. Ага. Потом одно лето она вот это вот поехала жить подруге, тоже вот из... ну, из вот этого вот, скажем так, вегетарианское движение. На самом деле это там жена, вот когда они были, ну, познакомились, Ира пригласила и меня, и супругу туда вот, к ним, в выходе в общество. И я не поехала, а жена съездила, это было где-то на ботаническом саду, какое-то культовое сражение. Явно связано с индуизмом, как она рассказывала. Да, на ботаническом саду это один из центров общесознания Кришны. Ну, в общем, да я даже не знал, как это назвать. Но потом, когда дочь уехала уже, она сказала, я не поеду к бабушке своей, а поеду вот туда вот, в Манихино, там такая с ними подруга, значит, к своим вот этим вот, из этого общества. Тут я уже, конечно, занялся, можно сказать, расследованием. Тут выяснилось, что. Владимир Георгиевич, он один из основателей международного общества Сознания Кришны в Москве. Интернешнл Сосайти Фор Кришна Секшенс и Москва. Ну, в английской библиотуре ИСКОН. Потом, значит, я, ну, там, пока выяснял, там детектив был подключен, значит, посмотрите, мы биллинги посмотрели. Это вот сейчас он популярно стал в связи с Навалиной. Ну, это тогда, значит, посмотрите, кому она звонит, с кем она общается. Вообще говоря, в поведении Иры были странности, потому что она каждый выходной на час уходила, мне надо пообщаться с психологом, мне надо пообщаться с психологом. Приходила она оттуда очень в плохом настроении. Камила. Явно ей было некомфортно. То есть, после общения с кришнаевскими психологами она была раздражительной? Да, в конце концов, мы с супругой сказали, слушайте, ну, хватит общаться, что это дело на пользу не идёт. Но это не, это потом я, потому что эти психологи, вот, исходят из этого куратора. Куратор, значит, вот. Аккуратор, кстати, вот эту впервые фразу услышал на свадьбе. Потому что Оля с таким пиететом, значит, сказал, что вот это наш куратор. Вот сидит молодой человек, и он сидит. Вот. Потом я понял, в чём там дело. И всё вот это, всё это открылось. В ужасном виде. А именно, то, что и зять. Ну, зять он с самого рождения, как бы, имеет отношение к этому исконному. В общем-то, у него никакой другой, ну, скажем так, светской такой вот жизни у него не было, кроме там. Но он в этом социуме вырос, и там совершенно следует этому. Ну, как наша дочь образованная, в общем-то, человек попала туда? У меня была загадка. Но я осуждал так, что, по всей видимости, на каком-то этапе вот этой своей художественной карьеры, там же ведь художники, они находятся в очень конкретной среде. И ей захотелось как-то выделиться. Может, и показалось, что так проще. Ведь диск Тарсунова обещал все блага. Только надо выполнять определенные вот ритуалы. Да, такие, значит, в 6 утра вставать, там мясо не есть. Вот. Но я вам скажу, в 6 утра это еще не совсем рано. У нас в 4 встают. Понимаете, по какому? По Гринвичу. Это же земля круглая вращается. Это понятно. Но они так положены. Если бы земля была плоская, тогда да. Да. Это бы в одно и то же время у всех оно бы вставало. Угу. Но так как земля круглая, да еще имеется под наклоном, они в 4 часа где? В Индии. В 4 часа где? В США. Вот. И дальше... То же самое Индии мне сказали. Так рано просыпаются только шудры. Потому что все другие, они уже приходят на все готовые. Поэтому, видите, то есть, ну, рабы по-русски. Рабы, они встают еще, когда солнце не встало. Я это все познакомился. Там очень связано на кастовой системе все это. И что я вынес из того, что мне открылось? Ну, во-первых, это организация, которая изначально была создана в Соединенных Штатах Америки. Как я понял, значит, там они взяли вот эту кастовую систему. За основу, которую в Индии. И переложили это все на некую иерархию вот этого сетевого маркетинга. То есть, не безусловное подчинение. То есть, но если в сетевом маркетинге за неподчинение, там есть какая-то обратная отрицательная связь. Разных, совершенно разных этих. Там выгоним, не будет там не знаю чего, ты там никуда не денешься. Здесь обратная связь была через то, что если выгонишь, то человек уже будет лишен доступа к Богу Индуистскому Кришне. Ну, это, конечно, очень... Если не подчинись, да? Если у тебя нету... Если ты не подчиняешься гуру, лидеру, куратору, то тебя изгоняют. Он больше лишен Кришны, вот этого Индуистского Бога. Ну, как-то странно, конечно, для меня на всяком случае. Какое отношение имеет Бог Кришны к Индуистскому? К сетевому маркетингу, к распространению этих книжек, там... Ну, это... Ну, ладно, в общем. В конце концов, существуют другие такие же, ну, в каком-то, к организации «Ребезного толка», которые берут за основу, ну, например, Библии. Да. Ну, пожалуйста. Ну, там тоже торгуются, веки или иголы ходят, от квартиры к квартире, от человеку к человеку. Не будет спасения вот в этой иголы. Да, там тоже волонтеры, да. И там такая же организация. Все то же самое. Она началась в США, там... Я был в Иерусалиме и хотел пойти посмотреть вот мечеть Алякса. Ага. Мне полиция сказал, я явно не мусульманин. И говорят, кто же я? Понятно. Я пошел, купил палестинский значок. Думаю, пустят. А? Нет, говорит, вы не мусульманин. Ну, и он... Ну, ну, дело в том, что, да, есть... А вдруг вы придете и расскажете то, что знаете? А там нельзя. Понимаете? Там только надо знать то, что им говорят кураторы и лидеры. Поэтому нельзя чужим заходить, понимаете? Не для всех. Вы приходили за помощью в храм? Это потом уже случилось, когда начался совсем плохо. Но я выяснил следующее, что вот эта, скажем так, организация, она исходит из Соединенных Штатов Америки. Она там зарегистрирована, там, судя по всему, все деньги. Она достаточно имеет, ну, два больших вот таких бренч, то есть филиала в Индии, будучи американской организацией. Там она подчиняется законодательству Соединенных Штатов Америки. Безусловно. На такую организацию, которая имеет такие разветвленные, такую разветвленную сеть, вот таких вот послушных, абсолютно, скажем так, адептов, не могло не обратить внимание определенной, скажем, организации, которая исходит от правительства Соединенных Штатов, который исходит от Государственного Департамента Соединенных Штатов. В частности, имеется в виду такая организация, как Central Italian Agency, по-русски, true. И надо сказать, что... То есть вы хотите сказать, что если бы ЦРУ не приняло участие, то у них бы не получилось в 66-м году, после убийства Геннеди, вот так все организовать и быстро распространить. Вот знаете, я... Мое частное расследование, ну, может так и следуем, будешь назвать, оно давало все больше и больше костных подтверждений этому. Ну, к примеру, очень много судебных исков к этому ИСКОНУ США. Но если посмотреть судебную практику... И в Индии тоже, кстати. Бесконечные суды. То, вот, например, там есть такие клубы мотоциклистов, вот, и они постоянно сажают там на долгие сроки за те же бесчинства, которые делают ИСКОН, в США ничего. Без протекции на самом высшем уровне, на уровне ГОСГЭПа, это было бы, конечно, невозможно. Такую же услугу не оказалось. Скорее всего, оказалось такую услугу, что вот эта сеть адептов, это готовая сеть дослужных информаторов, скорее всего. То есть, вы думаете, что здесь, как бы, среди кришнаитов есть те информаторы, которые работают... Безумно. Даже по всей информации. Вот сейчас в Викитенбурге организуется некий новый институт. У нас среди кришнаитов, да? Да, есть такое там в ИСКОНЕ, JBG, стратегик, там, planning team, вот в ИСКОНЕ внутри. И там они планируют... Это, случайно, не Гопалбата? Ну, вот... Скорее всего. И они планируют вот этот институт. Они планируют здесь... Ну, они считают, что в России не очень, скажем так, развито вот это вот послушание какое-то. Надо внедрить сюда вот это вот... Какое-то подобие более строгое вот этой вот кастовой системы. Ну, грубо говоря, если... Ну, у нас это называется варнашрамадхарма. Чтобы один подчинялся одному сословию, другому кшатриям, к дахманам, да. Ну, суть там, как я понял, такая, что... Если в обычном сетевом маркетинге есть какой-то такой карьерный лифтинг. То есть можно перейти... И люди... Это мотивация является. То, чтобы вот эту мотивацию убрать, вот, они хотят внедрить в кастовую систему. То есть попал ты в нишу и там какие-то, значит, касты... Ну, у нас... Мы против кастовой системы, потому что у нас варнашрамадхарма. Кастовая система, это немножко другое в Индии. А здесь она немножко по-другому. Другими словами, по другим соусам. Ну, то же самое, да. Шудры, вайши, кшатри, брахманы, да. То есть торговцы, обслуживающий персонал. Потом, кто у нас там, воины. И руководители светлой головы нашей горы. Залейцы. Там руководителем будет такой Сокол Владимир Горисович. Я почему знаю, потому что он из химических кругов, он из Томска. Ага, вот так вот. Очень интересно. Ну, понимаете ли, и вот накапливая постепенно вот такие косвенные, иногда и прямые, в общем, доказательства, я пришел к поводу, что эта структура абсолютно подчиняется, подчиняется. Вот true. Надо сказать, что примерно где-то по оценочным данным, на текущий момент, сочувствующие где-то вот в Исконе в России 50 тысяч человек. А таких вот адептов, настоящих фанатиков, около 20 тысяч. Ага. И когда я вот начал сопоставлять уже позже, вот там, когда, скажем так, ближе с зятем познакомился с его вот этой вот такой вот агрессивной поведением, я пришел к поводу, что это же готовые, ну, скажем так, вот, ну, там еще воины кришнаиты, вот это все накладывается. Духовные воины. Ну, духовные воины, но там чуть-чуть, и они станут, в общем-то, и не духовными воинами, а настоящими воинами. Вот. Но у нас был Майдан в Украине, и мы помним, что кришнаиты прям буквально сравнивали это с карукшетрой. И врагов кришны надо уничтожать. У нас много кришнаитов участвовали на Майдане. Да, там в исламе вот есть антифата, что-то такое подобие есть там, но, понимаете... Просто не все это знают. Ну, вот, например, Израиль, там, да, вот, скажем, палестинцы, вот, объявляют эту священную войну. Точно такое же, может быть объявлено, но только вот с подачи труб. А фанатизм вот этих вот адептов, он, по-моему, зашкаливает. Я согласна с этим, потому что у нас было... Одну минутку. У нас было собрание, и самое главное, на алтаре у нас есть такой вишнурат, который присутствовал. Президент храма Садхуприя присутствовал там... Короче, нас было несколько человек. И я задаю вопрос. Скажи, пожалуйста, если твой гуру Нираджуна с вами скажет тебе, убей, ты убьешь? Он говорит, да. Да. Я посмотрела на президента и говорю, вот посмотрите, вот, вот уже достиг пика фанатизм. И все, и все промолчали. Да, да, да. Ну, по роду своих деятельностей, значит, я был проект с индусами. У вас. Да. И там доводилось общаться с высокопоставленными чиновниками индийскими. И вот в светских беседах я затрагиваю с кем искона. Одни мне вот, ну, во всяком случае, в том кругу, в котором я общался, значит, они все говорили о том, что это... Они находятся вот на территории Индии. Они ими недовольны, потому что они шпионят, потому что они американцы. То есть они тоже как бы... А есть доказательства? В Индии есть доказательства. Там есть, вот, есть, ну, там, все-таки кастовая система. Там немножко по-другому все это. Но меня интересовало, может быть, это даже больше с культурной точки зрения, вот как это соотносится с индуизмом. Потому что мне казалось, что индуизм все-таки это какая-то такая мирная религия все-таки. Да, и индусы, они мирные люди-то, так вот, вот такого-то экстремизма. Конечно, поэтому Лондон их так быстро поработил. Это же индийский фашизм, оттуда идет кастовая система. Знаете, они бичан переборели и выплюнули, а кастовая система осталась там. Так ее внедрили, и все, достаточно. А потом... Люди подконтрольные полностью. То есть вы будете и дальше расследование проводить, да, я так понимаю? Даже, может быть, уже сейчас хочу как-то более предметно поговорить на эту тему. С индусами? Да, вот, во всяком случае, с тем кругом, потому что там достаточно высокопоставленные чиновники, и понять их позиции. Потому что, насколько я понимаю, они тоже этим недовольны. Вот, это... Нет, ну я знаю, что довольны. Знаете почему? Потому что наша организация ИСКОН, она прославляет индуизм сейчас. Они сейчас, смотрите, как хитро делают. Они переделали организацию. ИСКОН уже давно брошен. Они зарегистрировали себя уже в Индии. И, смотрите, они уже пишут в Минюсте, что это абрамическая религия. И они пишут, что это индуизм. То есть они как бы от имени их. Поэтому, вы уже как бы предъявите, что это отдельно кришнаиты, очень сложно. Вы знаете, меня хотели познакомить с религиоведом. Вот, женщина, которая индуизмом как раз занимается. Я хочу к этому подойти и хотел подойти с точки зрения культурной. Религиоведческой, в первую очередь. Ну, светской. Ну, как бы, мне нужны эйденс, доказательства. И доказательства не такие, которые вот там... Словоглудие, да. Словоглудие и философия, да. Мне нужны доказательства. Есть культурология, наука. В конце концов, даже там есть определенные закономерности. Есть наука-история. Мне хотелось бы понять вообще, насколько ИСКОН вот... Соотносится с индуизмом. Культурно. Соотносится с религиозным. Нет, по идее мы не относимся к индуизме. Основатель Ачали Бахтината Свами Прабхупада всегда говорил, что мы не индуизм. Он всегда говорил, коммунизм, индуизм. Это он всегда был против этого. И он создал отдельный центр ИСКОН международного сознания Кришны. Другой вопрос, что сейчас, с учетом того, что наши уже поменяли и бросили давно, это только на слуху ИСКОН, понимаете, и я уже делала ролики, показывала документы, то вам трудно будет доказать, что это отдельная организация. Они уже давно стали индуистами. Вот в чем дело. Они уже создали свою организацию в Индии. Мы теперь к Америке не относимся. Мы относимся к Индии. Понимаете? И вы сами сказали, что они сейчас онлайн там, где-то там, где они организовывают какие-то школы. Они уже к психологии, к каким-то новым программам. Они уже переписали все давно. Поймите. Тем не менее. Я настаиваю на своем тезисе о том, что я сделал вывод, что они относятся и непосредственно руководимы Центральным разведывательным управлением. Это очень хорошо будет, если это доказано. Это достаточный повод. Достаточный повод, это сказать. И вот в один прекрасный день я пришел домой, а дочь забирается. Забирает вещи. Они мне сказали, что мы сходимся. Тогда я бы пригласил детям домой. Мы бы снова это все переиграли. Мы бы переосмыслили вот эти все драки. Обязанности распределить. Во-первых, я бы хотел с Олимой поговорить. Да. Вообще-то говорю. Или давайте тогда отдельно живите. Но он, значит, вот быстро-быстро был. Я говорю, куда ты поедешь? У Коля опять вот и скандал, и опять драки. Ну зачем? Нет, мы снимем квартиру. Потом выяснилось, что оказывается, квартиру-то... Георгий хочет снять, она говорит, квартиру. Но выяснилось потом, что, она говорит, не хотел снимать. Он говорит, ну, тебе надо, ты и плати за нее. Ух ты. Потом две недели прошло ковид, значит, локдаун. И они уехали потом в Кимру, вот на родину. Жены там, в каком-то квартиру еще такая. То есть они пошли жить не на съемную квартиру, а в вашу квартиру, только в другом городе, да? Ну там, нет, ну как мы... Но это вам принадлежала квартира? Жене. Жене вашей. Правда, я на тот момент там был прописан. Даже я помню. Ну не важно, там половина была на дочери. Сейчас, соответственно, как съемочками является жена. Там они, значит, продолжили жить. Значит, опять ни мяса, ни жена говорит. Но дочь ходила к теще, в гости. И все-таки давалось и яички, и котлетки, и все такое. А когда я появился уже в мае месяце, смотрю, а ребеночка еле ножки передвигает. Из цветущего бегающего ребеночка двухлетнего, который везде лазит, везде хочет там это самое, еле ножки передвигает за ручку, на ручке. Она не могла дойти сама до вот этой вот, этой самой карусельки. То есть, получается, когда Ира похудела, потом пришла к вам, восстановилась, теперь она вернулась, теперь ребенок стал худеть. Ира в ужасном состоянии. Опять вот эти глаза ужасные такие, которые были тогда, когда мы забирали. Опять 45 килограмм явно там это самое. Ну, а Георгий, прям какой-то царь просто. А Георгий барон в семье. Значит, я понял, что говори с ним не о чем. Нет. Я все понял. Вы обращались в храм за помощью? Потом было. Значит, я вначале обратился за помощью в опеку. Органы попечительства, местные города Кимит, Тверской области, написали заявление, что так и так, значит, запрещают есть рыбомясо. Ребенок ужасно выглядит. Значит, вот там соседи жаловались на то, что когда вашей дочке мы дали конфетку, то ваш зять взял эту конфетку и стал читать. А Георгий говорит, что ты читаешь-то, спрашиваю. А нет ли, говорит, там… Желатина. Георгий говорит, яичного порошка. Ну и что, говорит, есть. Ну как же, это же мертвые цыплята. Ой-ой-ой. Потом еще жаловались. Там, значит, они брали молоко у фермерши, значит… Зять… Это потом… Значит, зять ходил к фермерши, спрашивал, где коровы? Где коровы? Ну, где коровы? Ну, пасутся там вот в пастух. Он пошел, значит, туда, где пастух. И, ну, устал на колени там, как-то… И стал молиться на лепешку. Пастух… На навозную. На навозную лепешку стал молиться, значит, на корове. Значит, пастух это все на телефон снимал. Потом принес хозяйки, значит, фермерши, говорит, что это такое вообще. Хуже того, значит, он насобирал лепешек, принес домой туда. Они стояли на балконе. Вот. Там ребенок играл. Потому что потом, когда они уже уехали, жена обнаружила… Точнее, он стал уезжать надолго. А жена убиралась. Ну, попросила ее дочкой помочь. А говорит, а что это такое? Полный пакет навозов, короче. Это говорит Георгий. Он, ну, наверное, мылся навозом. У нас так часто Кришна это делает. Там самое главное, что… У соседей были нарекания, от него постоянно воняло. Воняло навозом. Ну, вот я и говорю. Причем это как-то воняло. Ну, как это так? Ребенок живет… Ну, у нас даже Кришна это мочу свою пьют, понимаете? Либо коровью, либо свою. Да, да, да. У нас фанатизм зашкаливает, как и в любой другой секции. Мочу он тоже спрашивал у Фермера. Значит, это все… Ну, стало ясно, что органы опеки. Потому что у меня плана не было. Я потом… В принципе, с этого момента я начал вот это широко расследование. И биллинги выяснил, значит, вот это все. А потом… Ну, и как это ни странно, местные органы опеки буквально через три дня, там очень быстро, они явились. Туда, на квартиру. Дочь не ожидала. А Георгий уже, значит, ему то ли это уже надоело, то ли что, но он уже подолгу отсутствовал в Москве. Вот. То есть, она себе там с ребенком живет, а он свои дела делает. Ну, что они такие жили там, когда они соли жили, вот так они все… То есть, он к маме и возвращался, да, Георгий? Да там, по-моему, они жили… Ира там в этой одной комнате, Георгий в другой, а мама Оля – это в третьей. И вот они соединялись где-то на кухне и то… Или в туалете. Все. А и то старались как-то друг друга, значит, не пересекать. Вот такая вот… Воду укладка. Ну, там еще вот что было. Значит, вот эти местные, скажем так, сотрудницы органов опеки, они, во-первых, ну, призывали мое заявление, что это за безобразие. Проверили холодильник. В холодильнике нет ни мяса, ни рыбы. Почему? Это все зафиксировано в протоколе. Значит, Ира объяснила это тем, что у Сони на яйца… Аллергия. Значит, они это зафиксировали, сняли подпись. И потом они уехали. Но они же отправили в поликлинику, где стоит ребенок на учете. Запрос. Запрос, естественно, пришел, письмо видел, мне копия не дали. Никакой аллергия никогда не было. Потом не звонила… То есть, броню. А потом мне звонила, звонит дочке. Говорит, папа, зачем ты, говорит, вызываешь опеку, мне же мог ты ребенка забрать? Я говорю, ну так ты понимаешь, что ребенок… Что вы с Сони вытворяете? Она еле ходит. Это самое. Почему вы яйца не даете? Она говорит, у нее аллергия. Какая аллергия? А вы что, говорит, не знали, вы меня заставляли… Значит, вы давали яйца ребенку, она говорит, которые вызывали у нее аллергию, а я была против этого. То есть, она пошла в конфликт с вами? Я говорю, Ира, да ты сама давала яйца. Я говорю, ты что, такой не знал? Угу. Я так не знаю. Я об этом выслушал, говорю, да, да. Сейчас будете яйца-то. То есть, она, судя по всему, по биллингу позвонила, куратору. Тебе научили этой глупости, что это аллергия. Ахинея молодых, что полиция наврала? Ну, там, помимо сотрудников опять… Ну, у нас сам юрист российского ИСКОН всех учит врать. Когда приходит полиция, или кто вот так, скажи вот так. У нас так же и школа в Абхазии. Сейчас всех… Он… У нас есть доказательства, что он всех родителей научил лгать на допросах. Что надо говорить, чтобы дело не заводили. Понимаете? Знаете, там… У нас в ИСКОН вообще враню на первом месяце. Нет, что делать. Да это потом уже ясно стало. И взять, что он врет, врет, и врет, и врет, и врет. Ну, понятно, полиция же тоже… А ведь это последняя нога религии. Понимаете? Ну, надо сказать, что наука сама по себе. Опять же, отступление. Вот в нынешнем видео называется «Европейская наука». Почему она еще возникла? Потому что были монахи где-то там, скажем так, в средние века. В поздних средних веках уже, значит… И они… Делать было нечего. Значит, они там стали смотреть на звезды. А были таблицы Птолемея, которые четко говорили, что Солнце вращается вокруг Земли. И там были… Почему таблицами это называлось? Потому что расчеты произведены. Очевидно же, вон Солнце вокруг Земли. И монахи ничего делать стали это все споставлять со своими наблюдениями. Вот. И выяснилось, что очень сильно таблицы Птолемея врут. Это не так. А им-то кому врать – Богу? И вот оттуда, понимаете, что нельзя Богу-то врать нельзя. И там эта инквизиция сжигала то, что там все-таки земля вокруг Солнца и так далее. Но Богу врать нельзя. Потом, например, в Рассовоне есть университет. Там был факультет теологии, но был факультет еще астрологии и алхимии. Астрология – это не наука же. Ну, они хотели показать вот эту божественную суть теологии. А, опять совместить? Ну, прямо из века в век это всегда было. Ну, а вот это вот нельзя врать Богу привел к тому, что научный подход, он, безусловно, этика научная, она подразумевает того, что нельзя врать. Это называется фальсификацией. Ну, правильно. И надо доказательно там или отрицать, или отрицать что-то, или доказывать что-то ночное, но тем не менее, вот так продвигаться. К сожалению, религия, она в этом, в таком сам вирикальном плане, конечно, встает от науки, потому что там надо верить. Надо верить в то, что солнце встает в 6 утра, все. Земля плоская. Земля, ну, если бы плоская была, так она и встала в 6 утра. Ну, не важно, это была вера. Это, понимаете, это очень-очень такая важная такая часть, потому что все-таки Ира, она образованный человек. Значит, культурный. А как она могла все это поверить? Здесь, понимаете, вот что обещал Тарсунов, как я помню этот диск. Я его хорошо потом вспомнил уже. Он обещал, что все проблемы, которые возникают у человека, и если он их делегирует вот иском... И в ритуалы... И в ритуалы это одно и то же. Все. Человек станет счастливым. Все проблемы решатся. И счастье будет. А что же у него-то счастья нету? Три жены. Я его как-то... Одна с детьми бросил, вторую бросил. Молодая его побила, синяком ходил. Чего же у него счастья нету? У него одни драки в семье. Ну вот и... Так, кстати, дочери тоже драки. В религии есть такое понятие покаяния. Раскаивание и так далее. Но дело в том, что... Науки такого нет. Вот соврал один раз. Больше верить не буду. В религии есть. Можно покаяться, можно... И Бог простит. Ну, по-моему... Вот в этом исконе там не прощает. Выгоняет и все. Но там тоже какие-то... Да нет, с ним-то все можно. Это обслуживающему персоналу нельзя. Я когда притворялся там таким интересующимся, я по Берлину звонил куратору и, значит, спрашиваю про это. Мне удалось убить куратора в том, что яйца вот, которые, на самом деле, инкубаторные, они не оплатылены. Там нет жизни. Это такой же головой. И куратор вам сказал можно? Можно, можно. Да вы что? Вы в курсе, что прежде чем разговаривать с вами, я искала телефон и потом Гаура мне позвонил и записал меня. Записал меня мой разговор и потом передал его своей матери Анандо Ченмайе и уже совершил конфликт между нами. Более того, я хочу сказать, что он общался, как он мне рассказал, с нашим психологом Искон Парвате. Есть такая Питченко Наталья. И он мне сказал, что Питченко Наталья посоветовала ему вернуться ребенку к мясной диете. Это он мне сказал. Вот вы понимаете, в чем дело? Получается, психолог Искон говорит, да, кормите. Получается, куратор говорит, кормите, а они не кормят, да? Там вот какая ситуация. Мне запись вот этого интервью, мне хотелось бы очень сильно и как-то предупредить и поговорить с ними. Спасибо вам большое, что вы это сделали, потому что давным-давно, уже несколько лет назрел момент, когда нужно сесть и разобраться. И с Олей все вместе. И с Георгием. Потому что последний раз, я помню, мы вот так собирались, был, по-моему, у жены день рождения. Мы сели... Это сколько было лет назад? Ой, давно. Ой, давно. Это очень давно было. И после этого, в принципе, нормально, но я заплатил за все это. А потом Георгий прислал какую-то смс-ку странную жене, что давайте мы оплатим свое, дайте нам чек. Ну, она ему чек выслан, мало ли. Ну, правда, она не заплатила, но на него что-то такое. Чего-то Оля сидела недовольная. Да. Вот. И потом он предъявил такую претензию, что вы вот маму не уважаете. Ну, слушайте, ну как мы... чем не уважаем? Ну, может быть, мы взяли рыбу там, я помню, а надо было не брать ее. Ну, так сказали бы, не взяли бы ее. Ну, другого они говорили, мы вот хотим вегетарианское. Ну, вегетарианское, так Богу ради, мы тоже будем здесь. Ну, это уже не было сказано. Давным-давно назрел этот момент. Ну, как-то все это уходит, уходит. А все к этому ведет, надо вообще разобраться-то. Может быть, наше интервью как-то поможет ему всему. И получается, что они жили на вашей жилплощади? Да. А потом? Ну, я не веду, а потом? Потом начались вызовы вот в полицию, Георгия. Потому что ОПЕК сказали, что, во-первых, надо на комиссию. То есть из-за того, что ребенок плохо себя чувствовал, вы стали бить тревогу? У них, по-моему, раз в месяц комиссия. И письмо официальным, судебным письмом были вызваны, значит, правители на комиссию. Они вместо комиссии сбежали в Москву. Мы вернемся, вернемся, вернемся. Ага, все, я поняла. А Оля в это время уехала в Курджиново, где-то в Карачао-Черкесе. Курджиново, да. Вишваметры покупала уже там. А дальше, значит, мы вернемся, вернемся, вернемся. Ну, там 2 недели ковида, там они попали вот на эту волну. Потом они возвращаются. И мы и давай, значит, смотреть, что с ребенком дальше. Но надо сказать, приход вот опеки, он все-таки пододвинул к тому, что ребеночек получше стало ему. Стало ему кормить. То есть, когда стали контролировать, они стали, усилили качество питания. Ну, зять так, в общем-то, как и отсутствовал. Но, поздравляю, что дочь она стала подкармливать. Потому что ребеночек получше там. Ну, приехал в Москву, опять ели ноги передвигать. Боже мой, да она лазила два года по этой лестнице. Подсади меня. А потом в руку усыпилась, говорит, забери меня, забери. То есть, она два года была с вами привыкла, конечно. В общем, в итоге она считается самое. Явно, что ребеночку там не нравится жить. Там был такой момент, значит, она уже получила говорить. Смотрите, она взяла на руки, она тычет ее, говорит. Жене говорит. Мама, это кошмар. Ты где? Ирочка, Сонечка, Сонечка, Сонечка. Убирает. Ну, в общем, понятно стало, что надо опять чем-то это сам подвигать. В это время я ввел параллельно еще и расследование, ну, исследование. И вот там, скажем так, написал я то же самое в опеку московскую. Московская опека пришла, значит, нашла, что нет этого всего, значит, обязала сделать анализы. Детский сад там стандартный. Потом, значит, они на меня написали жалобу, что я, видите ли, забочусь так, что проявляю экстремист по поводу еды там. А, то есть это Гаура написал, да? Нет, почему? Оба написали вместе с сыром. Подписать. Мне это показывает. Я с этим прокуратурой говорю, ну, подтвердите, что я экстремист. Ну, давайте как-то. Потом, значит, бываю, попиваться. Все говорят, подавайте в суд, подавайте в суд. Что значит в суд? Ну, слушайте, ну, собственную дочь в суд подавать. Нет, конечно. Этого нельзя делать. А потом я посмотрю практику судебную. Ну, там, ну, что мы отсудим? Отсудим вот эту вот необходимость видеться с ребенком, право видеться с ребенком. Потому что в основном взятие говорят следующее. Я думаю, и так можно договориться. Без суда видеться по закону Российской Федерации у вас есть право, понимаете? Не нарушать закон нельзя, как по-человечески, так и законодательно. Я думаю, вы должны договориться. Дядь был против того, что мы виделись, но мы с собой прорывались. Говорили, дочь встречались там, значит, на этом, на фудкорте там. И где-то, ну, добились того, что, значит, сделали анализ они. Габиоглобин был 136, 131. Значит, ну, немножко лейкоциты повыше, но кашель, кашель, значит. И там был такой случай довольно... Кстати, у нас во Владивостоке умер ребенок, потому что тоже нехватка веса была у Кондратьева. У нас был такой там реабилитационный центр, он сейчас сидит. Иммунитет низкий, ребенок простыл, и доктор сказал, мы бы могли спасти дитя, если бы был вес и был иммунитет. И все, ребенок умер в больнице, понимаете? Иммунитет – это железо, это борьба за геноглобин. И вот, значит, ну, был в такой случай странный, где-то в конце ноября уже. Ира позвонила жене. Жена говорит, я в шоке на 4, говорит, приходите все будем кормить котлетки. Котлеток и яичек. Мы встретились вот на там, на Пражской центр. Чудо, значит, Соня яичко поела. Нормально, без всего. И котлетку съела, и как она хорошо стала бить. И там, а что случилось? Ну, говорит, ну, что случилось? Молока нет. Соня есть хочет. Ну, я, говорит, схожу в парк подкормить. Но вы когда с куратором говорили, вы могли бы сказать, научите эту молодую семью готовить? Если, допустим, свекровь не научила, то хотя бы кураторы бы научили. И инкогнито было. А во-вторых, я пошел на вкусиное, да? Встрелился, как я понял, это некий то ли дежурный, то ли пресс-секретарь. И он себя назвал Юрием, а вот духовное имя – я дураш. Ага. Там кафе вегетарианское. Да-да-да. Сидели там долго. Другого разговаривали. Да, долго разговаривали. Ну, он, конечно, странная вещь говорила. Он говорил, что вот ИСКОН признает частично законодательство Российской Федерации. Как это так? Как это так? ИСКОН частично? Отдельное государство, что ли? Частично признает ИСКОН устои местного общества. И, да, ссылался на Соединенные Штаты, имя, потому что мы оттуда, мы там… Потом дело в том, что… Ну, свелось все-таки к еде. Так, к еде. Иначе, говорю. Речь идет о здоровье ребенка. Значит, надо как-то этот вопрос решить. Потому что вот то, что дочь готовит, а ребеночек не ест. Вот. Да и, в общем-то… Ну, она же жила с нами. Видишь, все готовит. Значит, там… Брала на брокколи, бросила в кипяточек. Поварилась. Потом, значит, этой водичкой. Ребеночка. Ребеночка вот так закрывает. Ну, кто? Что ты говоришь, девочка? Ой, у меня есть. Сырку, сырку. Он обещал, значит… Ну, во-первых, он угостил, значит, випрянской едой. Я говорю, пожалуйста, спасибо, на все хорошие еды. То есть, вы как бы не против вегетарианства? Я не против вегетарианства вегетарианства. Нужно качественное питание. Значит, я этот вопрос исследовал. Да, действительно, растительная печь содержит все те же белки, аминокислоты, элементы. Ну, скажем так, ну, немножко посложнее вообще-то готовить. И надо немножко посложнее усваиваться. Ну, при желании это тоже усваивается и при должном отношении. То есть, вы не против, как я понимаю, смотрите, конфликт не вокруг, а вокруг отношений, правильно? Конфликт, скорее, вокруг гемоглобина, вот. И чтобы ребеночек бегал жирненький. Потому что я смотрел видео. Ну, бегают вот эти ребеночки-то, детки жирненькие и так всяк. Ну, все-все зависит от того, в каких они условиях, какие-то моральные и психологические условия. Ну, там, значит, он обещал так, что я знаю эту пару. Все это обсудили мы с и Владимиром Георгиевичем, поскольку начали говорить, кто-ли. А я не знал таких, я только сейчас узнал имена, может быть, проще было. А, да-да. Ну, дело в том, что, значит, он обещал помочь. Я дурац. Да. И он, по-моему, и там, значит, когда я потом был в опеке, значит, там, они сказали, что все-таки еще вызывали куда-то к детскому амбудсмену. Туда, значит, и после этого, значит, они потом были в этом кафе, там какая-то комиссия, что-то было, знаете, и попросили Иру приготовить. Они попробовали и выпрямили все это. Это невозможно есть, но ребенка взрослому даже свинитой едет вряд ли. Ну, может, свинитой. Ну, то есть я поняла, Ира не научилась готовить. Она до Чинмая, свекровь тоже не помогла ей обучиться вегетарианской кухне. Ребенок не доедал витаминов, иммунитет пала, здоровье подорвалось. Понимаете, ну это надо учиться этому. Хорошо. Но почему они от вас сбежали? Они не от нас сбежали. Мне Гаура по телефону сказал, что вы такие, ну, прям настойчивые, что каждую неделю приходили в гости. Это так? Ну, это не так. Во-первых, он не пускал туда к себе. Значит, там же вот... Мы с Ирой вот встречались, уже на квартиру не пускал. Мы с Ирой там, я так понимаю, встанье от него, встречались вот на этом фудкорте. И то она не хотела, чтобы он видел, что мы там были. Нет, он мне четко сказал, я не хочу, я не желаю их видеть. Ну, я... Да, она нам сказала, что не надо посещать. Мы с вами расторгаем отношения. Да, расторгаете, да. Я так тоже поняла, потому что... В не всяких условиях абсолютно. Да, кстати, я удивляюсь, почему Гаура, который с детства воспитался в этой организации, читал мантру, ну, читает, лекции дает. И вот я слышала, сейчас он хочет сделать фильм «Счастливое детство». Плюс, ну, как бы заказ на этот фильм есть. Плюс, я могу сказать, он дружил с моим сыном Виджаем. И совсем недавно после разговора с ним он ему говорит, Виджай, собирай свои вещи, уходи от мамы. Мне Виджай подходит и говорит, вот так Гаура дал мне совет. А я не понимаю, вот почему у него такое отношение и конфликтное ко всему, понимаете? То есть, вот, общаясь с вами и пообщавшись как бы с ним, я поняла, что у него, в принципе, внутри этот конфликт. И я думаю, что здесь ребенок, это просто ваша внучка, это не является конфликтом вашей семейной ситуации. Это просто ребенок-жертва. Я вижу по-другому эту ситуацию, не как вы. Я могу вам сказать, что на самом деле Гаура между двух женщин, это Ананда Ченмай, свекровь и невестка. Вот где конфликт. Потому что, выслушав вас, я понимаю, что сын был всегда с матерью, с детства рос с матерью, понимаете? И вдруг пришла новая женщина. И если спросить Ирину, вот если бы она сейчас была, я уверена, что она бы сказала, да, у меня реально состоялся конфликт с Ананда Ченмай. Я уверена в этом. Я это вижу на сто процентов. И получается, что когда Ирина ушла, и когда она вернулась, они же не смогли жить вместе. Она ушла на отдельную территорию. Они не ужились. Потому что, я могу рассказать такую историю, тоже в Искон, ко мне ходят многие на прием. Это вас может быть удивит, но вы просто тоже должны знать и понимать, что здесь не в котлетах дело. И одна как бы тоже родительница воспитывала своего сына, не буду назвать имена. И она приходила ко мне на прием и жаловалась, что с мужем никак не может кришнаитам наладить отношения. То есть они живут как соседи под квартирой. Сын вырос с матерью, потому что мать делала из себя святошу, а отец деспот, хотя оба кришнаиты. Получается, что когда сын вырос, он массировал маму. У мамы спина болит, голова болит, у мамы все болит. И как бы сын занимался массажем, хотя он не был доктором, он не был массажистом. И при этом, когда сын женился, вы понимаете, сын женился, пришла невестка. Конечно, невестке не нравится, что маме не нравится, что сынок принадлежит теперь новой женщине, а новая как бы невестка, ей не нравится, что ее сынок массирует маму. Понимаете? У них, вы этого не понимаете, но всегда на этой почве, даже если это не обязательно массаж, я просто одну из истории рассказала, конечно, у них был конфликт. Они в итоге разошлись. Они не смогли, мама с невесткой договориться. Сын же, что самое интересное, несмотря на то, что он тоже кришнаит и воспитывался в Гурукуле, он говорил, у меня две женщины, мама, которую я должен любить и почитать, и моя жена, он говорил, и мне они обе дороги. И он стал манипулировать ими, понимаете? Он на словах говорил одно, но он манипулировал двумя женщинами. И, конечно, жена его бросила. То есть семья распалась. Мама счастлива, сынок с ней. Сыну уже сколько лет, он теперь маминкин сынок. Ребенок сирота. Ну, не сирота, конечно, мама живая. Но я вижу, у вас та же самая ситуация. У вас ребенок жертва, поймите. Надо договариваться здесь не с едой, не с опекой, как питается ребенок. Я понимаю, вы дедушка, у вас маленький гемоглобин низкий, у вас внучка уже не ходит и не может забраться на лестницу. Я вас понимаю, вы видите это в связи с питанием. Я же вижу конфликт между свекровью и невесткой. И пока вот тут, вот тут не решится проблема, ничего вы не восстановите, я вам клянусь. Не тут вы копаете, дорогой папа. Вот в чем проблема. Значит, я когда в Канубильнику общался, в том числе общался с психологами, с тремя даже. И вот они мне показались не совсем они квалифицированными психологами, в том плане, что любой психолог должен помогать. Наоборот, конфликт. Убирать. Убирать там и так далее. Но они убрали конфликт, они же соединили семью. Дело в том, что это самое. Их задача как раз конфликт разжигать. И здесь вот, вообще вот эти все взаимоотношения в обществе, они регулируемы. Ну, в социуме. И регулируемы взаимоотношения свекрови и невестки, и с сыном, с матерью. Иначе общество не было. Нет, если адекватная мать и адекватный сын. Ну, понимаете. Если там уже другие, неправильное воспитание и вот это... Вот смотрите, вы опять не хотите увидеть. Послушайте. Вы химик. Смотрите. Гаура сейчас по закону, вот как я вижу, то что родовая рвется, может быть даже и не случайно, может быть эта цикличность разорвется. Посмотрите. У него, у Анады Ченмая муж был кто? Физик. Смотрите. Да, я тоже физик. Да, вы тоже физик. Смотрите дальше. У них был конфликт в семье. Смотрите. Конфликт в семье. Гаура вырос в этом конфликте. Но он нашел девочку. Смотрите. Папа химик, вы химик. В вашей семье умер у жены от рака. Папа Гауры от рака. Посмотрите, как притягивается карма. И Ириша, смотрите, такая же художница, как и мать Ананда Ченмая. Она творческая девочка, утонченная. Ананда Ченмая тоже очень чувствительная, утонченная. Преданная. И вот смотрите. Гаура притягивает точно такую же семью. Смотрите. С такими же проблемами. И я вижу, ваша дочка не простая. Она тоже не подарок. У нее сильный характер. У нее сильный ум. И она имеет стержень. Посмотрите. Ананда Ченмая. Несмотря, что она творческая личность, как и ваша дочка. У нее тоже свой стержень в отношении с мужем. С вишваметрой. Они всегда жили, как можно сказать, соседи по квартире. И сейчас началось то же самое. И поэтому эту ситуацию не разрешите. Она кармическая у вас. Вы понимаете, она кармическая. Ее не разрешите. Не в еде ищите, а ищите в отношениях. Поймите. Девочка ваша жертва сейчас этих отношений. Это уже следствие, что мы не хотим, чтобы вы общались. Потому что Ананда Ченмая не сошлась с вашей дочкой. Она уехала в Курджиново. А Гаура принципиально не хочет видеть вас. Он выдавливает вас, как вышла из семьи Ананда Ченмая в Курджиново. Получается, он сейчас хочет быть независимым, чтобы было обоим не обидно. Вот это ситуация, вы поймите. Это прекрасный сюжет для мыльной оперы. У индусов есть, кстати, Голливуда, Болливуд. Сюжеты вот такого, это исключительно супер. Это все смотрят. Класс какой-то. Понимаете, но гемоглобин. Мыльная опера индийская. Согласна, но надо примирить, примирить сперва вот эту ситуацию, чтобы разрешить все остальное. Как это примирить? Корень проблемы я вам называю. Вот я вижу в том, что, во-первых, нужно прекратить общаться с психологами из ИСКОН. Ага, вот так. Почему? Потому что они вместо того, чтобы эту ситуацию как раз разрешать, они ее усугубляют. Угу. Потому что они не помогли. Сколько лет длится конфликт, они не помогли. Да, потому что они не помогли. Потому что, когда он ее убил, дочь говорила, я обращалась к психологам. А, то есть она обращалась, да? Смеялся. Вот так вот. Поэтому второй момент. Обратиться к психологам светским, специалистам, может быть, даже в семейных вот таких конфликтах, которые не связаны с ИСКОН. И это тоже обсуждалось, это тоже хотелось оплачивать. В том числе, значит, к зятю обратиться к психологу-психиатру. Угу. Потому что дочь говорила, что с зятем работал психолог-психиатр. Угу. И он и так, и сяк, и отказался в итоге от него, сказал, что он не вменяем. Ого. Я ее спрашиваю, чей был психолог-психиатр. От ИСКОНа, от ИСКОНа. Это ерунда все. Может, он и вменяем. Угу. С точки зрения ИСКОНа не вменяем. Ну да. А имя есть у этого куратора или психолога? Вы помните? Терехон. Вот. Значит, поэтому, в каких координатах мы находимся? Если в координатах ИСКОНа, это одно. Но раз там совершенно вот такое ненормальное происходит, надо уходить и менять координаты, менять психологов и налаживать эти отношения. Ну, насколько я понимаю, Оля уже, конечно, из ИСКОНа не выйдет и никаким психологом она не обратится. Нет, конечно. Тогда нужно разделить вот эту духовную жизнь и светскую жизнь. Во всяком случае, дочери полностью избавиться от этого ИСКОНа. А зятю уже, если он с матерью, тогда частично. Но обратиться к психологам все-таки светским, а не ИСКОНовским. Ну, во всяком случае, об этом сейчас я думаю. Вот. И, может быть, это за решение проблемы. Но, безусловно, на первом месте стоит Соня, внучка. Что же дальше произошло? А дальше произошло то, что опять в какой-то момент прекрасный уже ближе к декабрю и рассказал. Все, ситуация в эту сторону идет. Значит, я вернусь в Кимры, отдам Соню в детский сад. Даже жена сказала, что там же котлеты. Что? Разрешим. И, действительно, они вернулись в начале года к Кимру. И там произошел опять этот конфликт с меня с зятем. Зять запретил опять посещать. Опять я говорю, а как он мне увидится? Запишитесь на посещение. Я говорю, хорошо, я записался когда можно. Вот сейчас можно? Ну, через недельку обратитесь. Сейчас у меня нет настроения. Я говорю, ну, слушай. Хамел, что ли. Пошел в наглое. Вытащил. Ну, точнее, я дочери сказал, давай, выходи и все. Она насквозьилась. Ну, понимаете, шаг за шагом это же шло к тому, к полному разрыву. И тогда я написал письмо снова в опеку, которую ждала. Потому что они же обозлились. Она же обманула их отца. И они попросили, говорит, появится. Написал ночью. И приехали. Снова это все посмотрели. Ничего не изменилось. Вызвали на комиссию. Ну, тогда уже не через месяц, а сразу. На комиссии был батюшка. На комиссии был врач. На комиссии был зам прокурора. Этот зять притащил из искона юриста. Правда, мне потом сказала, что выступал исключительно Георгий. Не давал слово юрист сказать. Ну, конечно, почему батюшка был? Да потому что, когда я сказал, да все, я не буду больше с этими крешноитами. Мы тогда и внучку крестили. Ну, она тоже крещеная. Вот. И батюшка такой, потому что это же его. Видите, в церкви тоже самое. Куратор тоже присутствует. Ну, там, знаете, ну, оказалось, что вот... Везде одна система. Батюшка потом говорит, значит, этот говорил Георгий батюшке, что у вас же посты. Он говорит, слушай, дорогой, но у нас же посты тут детей не касается. Ну, где же это видно, что двухлетний ребенок-то... В еде-то его ограничили. Конечно, он же растет каждый минут. Ну, растет каждый день. Минут каждый день. Еда-то нужна ему. Кто же его пост-то ограничивает? У него было открытие. То есть, вот эта пропаганда Исконовская, она еще, мало того, что вздорная, так она еще не соотносится с элементарными просто. Какими-то нормами, ну, не знаю, историческими, культурными и так далее. Ужасно не вижу. И, значит, ну, они вот победу одержали. Потом это рассказывала мне, значит, сотрудница. Юрист отстоял, значит, хотел врач назначить иммунный вот этот вот анализ. Он сказал, а это можно и не делать. Пускай победа. Они радовались тому, что… Не делать… Не делать… Не поверяйте иммунитет, а они радуются. Они радуются. Все идут, наоборот, платят деньги, чтобы узнать иммунитет. Ну, я вроде не поддержала, но потом этот на нее наорал там все. Ну, и в итоге, ну, взять, наорал у него, значит. Вот, в итоге, значит, дальше опять этот уехал взять, значит. И они с женой, то есть они с бабушкой, то есть они стали по врачам ходить, питать ее старое яичко ярославное. Ну, она потом… И ребенок поправился. И ребенок поправился. Ну, у ребенка был цистит, воспаление уха, бронхит. Почему бронхит никак… Ухо воспалилось, значит, нельзя, согласно искон, приметь лекарство. Вот вы говорите, травы какие-то там… Ныне травы налечили. Стали на дебютке давать, все прошло. А до этого не проходило, да. Прошло это, прошел цистит, потому что… Ну, в общем, там в детском саду такая пожилая строго заведующая, и она все это дал добру. Сдали ему губинство 26. И дальше, значит, два дня она поводила в садик до обеда, а потом, значит, когда она была встать после обеда, она давай в окна заглядывать. Котлет уже есть. И Иру опять подменили, значит, это самое. Опять, значит, она связалась опять с этими кураторами, опять, значит, это самое. Пригрозили. А у Иры есть духовное имя? Она получила посвящение, какие-то клятвы давала? Да. Давала она какие-то клятвы, потому что… Потому что взять ее прикал… Что она реанимцированная. Клятвами он ее прикал, какие-то клятвы давала там. Ну, она, как бы мы понимаем, ну… Ну, вот я тоже это не понимаю. Значит, дальше хуже он пошел к воспитателю, к заведующей. Она его вызвала. Потому что она даже, может, и не хотела водить, но он ее заставлял водить. И вызвала она потом зятя. Зят приехал. Покажу, хватит к заведующему. Говорит, чем вы детей кормите? Давайте кормить нормально, вегетарианской пищи. То есть стал проповедовать в детском саду? Ну, а это он еще в этом проповедует… Начал в этом… Вопекин стал склонять заведующего детского сада к тому, чтобы она перевела детей в детском саду на вегетарианское питание. Она ему объяснила, что это уголовное преступление. У меня есть планы, у меня есть меню. Не дай бог. Я от него отойду. На одну там не знаю чего. И это самое… И что… А тогда мы ребенка забираем. И они собрались и уехали снова в Москву. Вот. А дальше хуже, значит, там… Жена звонит Георгию, где… Ира, где, куда вы делись. А мы поехали к друзьям в Дубну. На самом деле, в Москву поехали. Мы вычисли, что они в Москве, а там… В общем, семья скиталась. Постоянно где-то скитается. То на одном месте, то на другом, то на третьем. Хотя при этом… Ну, им такая совета дает вот этот куратор, что если чего – бегите. Причем я там наблюдал такое… Ну, у нас руководство любит бегать тоже, если что случается. Такое поведение… Я наблюдал, например, у подруги. И дальше… Мы стоим вот… Около подъезда. Говорим, мэр, ну выйди там… В торговый центр сходим. Нет. Это решает Георгий. То есть полное подчинение. То есть полное подчинение. Ну, с другой стороны… А дальше все… А дальше все… Это самое… Значит, собрались и убыли. Убыли. Все. И мы не знали, куда они убыли, что с ними. Пришлось писать заявление на розыск. И надо сказать, что сотрудница уголовного розыска центрального округа, очень благодарна всем большая, она разыскала их. Сначала… То есть если бы не разыскала, то вы бы так и не знали, где ваша дочь и внучка, правильно? Пока не обязаны разыскать. Нет. Я говорю, вы бы не знали, где дочь и внучка. Мы до сих пор не общаемся. Нет. Но вы бы даже и не знали местонахождение. Ну, формально мы… Сейчас не знаем. Просто случайно позвонили из магазина. Кто-то забыл телефон, а там мама была написана. А мама спрашивает, жена, а с какого города вы звоните? Из-за Омска. То есть они сейчас в Омске проживают? Ну, и по всему. Но были такие сентенсы, что мы убежим и в Казахстан, и в Индии, и вообще… Лишь бы только вы забыли, что у вас есть дочь и внучка, правильно? Угу. Они будут бегать до тех пор, пока вы не откажетесь от своей дочери и внучки. То есть их беготня будет продолжаться, так? Ну, вот на текущий момент так. Ребенок сейчас в такой жертве, что самая психика с детства закладывается до семи лет именно в фундамент, и дальше это будет на всю жизнь. И вот эта девочка, я вас понимаю, она не только без котлетки, без яички, она еще в этом все время в переездах, плюс в конфликтах, плюс в стрессовой ситуации, она не понимает, что происходит, и она брошена в этот жертвенный огонь. Понимаете? Но проблему надо искать в отношениях. Поверьте мне, вот тут надо смотреть ситуацию. И если сейчас я хочу, чтобы Ириша меня услышала. Ирочка, ради своего ребенка, который очень маленький, пойми, родители – это святое. Вы можете как-то договориться, я не знаю, может быть, иногда, но мать для тебя, которая дала тебе жизнь, и вот эту родовую разрывать ни в коем случае нельзя, потому что у твоего ребенка не будет защиты рода. А когда дети растут в конфликте, когда дети вырастают, и у них нет этой силы рода, и они не соблюдают традицию, пойми, слезы будут у твоей девочки в течение жизни. Это законы вселенной, это не мной придумано. Родовое дерево, оно расцветает, когда вот этот корень, понимаешь, сохраняется. Иначе эти ветви, они просто слетают, как ветер подул. Маленький ветерок, и листочек слетел. Просто листопад начинается. Все дети по разным сторонам. Неужели ты хочешь вот на этом конфликте, просто чтобы твое вот это поколение от твоей внучки и дальше, оно вот именно было на таком гнилом дереве, где не будет ни силы, ни защиты, ни удачи, ни фортуны. Как угодно можно подобрать слова. И твоя мама тебя родила. Твоя мама, когда ты не умела ходить, давала тебе руку. Когда не умела кушать ты, она варила тебе кашу. Когда не было зубов, понимаешь, она поддержала тебя. Когда ты не знала, что делать в жизни, они показали с папой тебе школу, где надо учиться. И теперь ты должна отдать свой дочерний долг. Потому что родительский долг они уже отдали. Не важно, как плохо или хорошо, они отдали. Теперь твоя задача отдать дочерний долг, понимаешь? Это твоя обязанность. Так что я хочу, чтобы вот сейчас вы тоже обратились как-то к Гаури, да? И попросили как-то вот его, я не знаю, чтобы он услышал вас и сделал какие-то выводы. Тем более он же преданный. Он читает мантры, он читает священные тексты. И как можно оторваться от традиций? Надо дать оценку вот то, чем он занят сейчас, в первую очередь. И, значит, во-первых, весь мой диалог это к этому обращению. Мы с ним так и не говорили. Приходят через YouTube вот так вот общаться. А занят вот вот чем. Значит, действительно, вы правы. Крайне в этой всей истории, в этой мыльной опере болливудской, оказалась Соня. Соня, да. Она принесена, приносит сейчас в жертву. Да, да. Непонятно чему, но если так вот брать формально, то Кришне. Извините, в какие времена дети приносились в жертву вот этим культом региозным? Ну, может быть, каким-то доисторическим. Последняя, так сказать, в новейшей истории, это было в прошлом веке в Германии, когда детей помещали в концлагерь, там практически соображение одного еврея уничтожать немцами, фашистами. И они не давали кушать им. Они приношли жертву вот этой идеологии фашистской. Здесь, в нынешнее время, благодаря Искону, по научению ЦРУ, вот родители приносят своих детей, в том числе и вот мой зять, моя дочь, в жертву Искону. А их еще обманывают, что это Кришна. Что, американским каким-то бизнес-фашистам этим, что ли? Для этого ребеночек появился на свет? Нет. Значит, вот с этим будет борьба происходить. И этого не будет. Однозначно. Вот вчера праздновали День Победы, там танки по площади, там самолет летят. Да, победили немецкий фашизм. Вот теперь надо победить еще американский фашизм. Вот эту фактически МЛМ структуру, которая приплела туда индуистского бога Кришну, а в итоге приносит в жертву детей. Просто приносит детей в жертву. Мне бы хотелось еще обратиться к Соне. Соня, дорогая, живи, не умирай. Поверь мне, значит, спасение близкое. Оно идет. Вот. Только не умри. Дожди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова